здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок с вами анастасия гулис и сегодня хотелось бы поговорить о том как украсить наш плодовый сад приствольные круги это одно из самых больных мест всех садоводов поскольку при посеве газона под ними газон имеет не всегда приглядный вид он отличается по качеству от газона который не затеняется деревьями но в то же время устраивать цветники вокруг деревьев не самая лучшая затея поскольку если мы выращиваем плодовые деревья то падающие плоды повреждают наши цветы и декоративности мы особо не дождемся если же это просто декоративные растения какие-то то за ними тоже требуется уход и при уходе мы можем повреждать эти растения однако есть решение любой проблеме человек рано или поздно находит решение и я предложу вам самые простые и неприхотливые почвопокровные растения которые помогут украсить ваш плодовый или декоративный сад но прежде всего стоит разобраться какого качества тень у вас под деревом если у вас небольшие молодые деревца которые дают только легкую тень но все равно приствольный круг нужно держать свободным для этой цели подойдут достаточно светолюбивые но в то же время достаточно неприхотливые растения моими фаворитами для озеленения приствольных кругов у молодых деревьев являются такие растения как солнцецвет монетчатые это небольшой многолетний полу кустарник со стелющейся кроной мелкими зелеными листьями листья у него перезимовывают частично но весной иногда его следует подрезать чем хорош этот кустарник он цветет очень продолжительно зацветает он в июне и с небольшими перерывами цветет практически до середины конца сентября цветки у него желтые в разных оттенках бывают лимонные бывают ярко желтые и они в принципе не очень крупные но создают красивое насыщенное цветовое пятно он не повреждается практически не никакими болезнями и вредителями к нему компаньоны отлично подойдет такое растение как тимьян ползучий но наверняка вы встречали это растение когда гуляли в сосновом бару тимьян ползучий он же чабрец он же богородская трава это растение которое произрастает на сухих полузатененных местах иногда и в открытых луговинах цветет он в июне и часто очень цветет повторно в августе даже в начале сентября небольшими сиреневыми цветками собраны небольшие головчатые такие соцветия длиной до полутора сантиметров это растение кроме того что она просто нарядное симпатичное здоровое оно отличается тем что это лекарственное растение и тимьян ползучий широко используется для лечения кашля поскольку он содержит тимол это вещество которое помогает откашливанию мокроты при бронхите поэтому выращивать тимьян в цветнике или в приствольном кругу это всегда такое не только красиво но и практично еще одно растение которое поможет украсить ваш приствольный круг под молодым деревом это гвоздика травянка это мелкая гвоздичка которая также произрастает на сухих лугах очень часто на опушках лесов она цветет практически все лето бывает даже и в сентябре повторно особенно после скашивания травостоя малиново розовыми такими цветами это растение просто красиво и оно напоминает нам от детстве когда мы гуляли в сосновом лесу еще одно растение которое наверняка вам понравится и вы найдете ему применение не только в приствольном кругу это флокс шиловидный это растение родом из канады отличается тем что имеет красивую вечной силеную такую мелкую шиловидную листву и в нецветущем состоянии он напоминает такие куртинки маха в цветущем состоянии есть несколько разных сортов флокса шиловидного которые могут иметь цветки белого сиреневого малинового розового окраса это растение не превышает высоту 10-15 сантиметров и цветет оно как правило в середине-конце мая то есть оно цветет достаточно непродолжительно но сохраняет декоративность даже без цветов практически весь сезон когда же ваши молодые деревца подросли стоит определиться какого качества почва потому что в этот момент это уже играет решающее значение если в сухом темном лесу мы встретим один набор видов то во влажном ельнике мы встретим совершенно другие растения и какие растения мы можем выращивать на сухих почвах под взрослыми деревьями ну чаще всего кстати сухие почвы бывают под взрослыми березами под взрослыми соснами а также под грецким орехом эти растения имеют поверхностные корни которые высушивают верхний слой почвы поэтому нужно растение которые легко переносит недостаток почвенной влаги но на мой взгляд одно из самых неприхотливых растений это живучка ползучая есть обычные зелено-листные формы живучки они самые неприхотливые цветут они в мае месяце такими фермидальными синими соцветиями не очень большими и это выглядит достаточно нарядное но если вы хотите чтобы ваш 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 приствольный круг выглядел ярче то можно использовать пестролистные сорта но конечно для сильно затененных мест лучше подойдет пурпурно-листная форма она все-таки хоть немного но сохраняет вот эту пурпурную окраску в тени пестролистные формы которые имеют белые пятна в тени конечно имеют не очень хороший вид они страдают от нехватки солнечного света еще одна культура которая на самом деле может расти не только на сухих почвах она шикарно растет и на плодородных почвах это бадан толстолистные это растение которое в природе встречается на каменистых осыпях в горном алтае в сибири и оно отличается крупными такими кожистыми листьями растение не только красивое потому что листья у него вечно зеленые такие мясистые они осенью окрашивается в такие пурпурно-красные тона и она цветет весною не очень крупными но достаточно интересными такими колокольчатыми розовыми цветочками собранными в соцветия это растение является лекарственным и можно использовать перезимовавшие листья бадана причем собираются листья которые перезимовали как минимум две зимы эти листья должны засохнуть на растении собирают только те листья которые уже засохли на самом растении и используют их качестве тонизирующего чая а также чая который помогает при желудочно-кишечных заболеваниях при гастрите а также при различных расстройствах кишечных если у вас тени с влажной плодородной почвой то можно выращивать другие виды например зеленчук желтый природе это растение встречается в ельниках и оно отличается интересными листьями с серебристыми пятнами в конце апреля в начале мая месяца она цветет такими желт светло желтыми такими нарядными цветами образует длинные плети которые легко укореняются в узлах еще одно прекрасное ползучие почвопокровное растение это барвинок барвинок малый чаще всего используется растение чем прекрасно листья у него вечно зеленые не очень крупные густо расположены на на побегах есть сорта барвинка с обычными зелеными листьями есть пестролистные причем пестролистная форма золотистой каймой она сохраняет вот эту окраску даже в достаточно сильном затенении пестролистная форма с белой каймой конечно она не такая выносливая и как правило в сильном затенении кайма практически полностью пропадает весною в конце апреля начале мая барвинок цветет голубыми цветами хотя есть сорта с розовыми цветами и белыми также рекомендую это растение по нему достаточно приятно ходить и она хорошо смотрится в саду круглый год в принципе если вы хотите посадить не только красивое но и полезное растение посадите в приствольном кругу обычную лесную землянику кроме того что это растение красиво цветет имеет нарядные листья которые краснеют во второй половине лета вы всегда сможете собрать горстку душистых ароманных ягод и насладиться ими при ствольном кругу мы не ждем какой-то большого урожая но горсть ягод она всегда будет кстати надеюсь что мой рассказ был полезен для вас и вы выберете идеальное растение для дополнения ваших деревьев с вами была анастасия гулис на канале про цветок подписывайтесь на наш ставьте лайки